дорогие друзья добрый вечер у нас сегодня очередная трансляция из со страницы контакта музея Владимира Владимировича Набокова тема нашей сегодняшней встречи нашего сегодняшнего разговора который возможно будет долгим добрый вечер будет посвящена Дэвиду Фостеру Уоллесу удивительному загадочному поразительному американскому писателю и его роману бесконечная шутка мы поговорим тема заявлена как полемика с постмодернизмом но я постараюсь сделать какие-то предварительные приближения к этому роману поговорить о том вообще о чем этот роман вообще какие тут проблемы возникают как работает Дэвид Фостеру Уоллес с языком ну попробуем сейчас на все эти вопросы ответить прежде всего сосредоточимся на главном разумеется его произведении бесконечная шутка но буквально два слова о Дэвиде Фостере Уоллесе если это конечно требуется Дэвид Фостер Уоллес годы жизни 1962-2008 он родился в Итоке штат Нью-Йорк в семье довольно интеллигентной в семье преподавателей университетских профессоров то есть он был всегда изначально связан уже с американской академией его мать Салли Уоллес преподавала в Паркленд колледже в Шампании это штат Иллинойс в 1996 году его мать получила награду как один из лучших преподавателей колледжа но родители по своим убеждениям были атеисты и не принадлежали никакой церкви что в общем случается в Соединенных Штатах Америки несмотря на то что это крайне религиозная страна что касается самого Дэвида Фостера Уоллеса то он некоторое время принадлежал к церкви Менонитов то есть он посещал эту церковь Менонитов да это такая деноминация в рамках протестантизма родом из Голландии в подростковом возрасте Дэвид Фостер Уоллес активно играл в теннис очень увлекался теннисом и в общем-то тому свидетельство его роман «Бесконечная шутка» который посвящен большей частью действительно этому замечательному и увлекательному виду спорта Уоллес учился в колледже Армхест он изучал философию изучал математику но уже в общем-то на первых курсах он принимает решение стать писателем хотя это не помешало ему в общем вполне успешно преподавать впоследствии он переехал на некоторое время в Массачусет с тем чтобы продолжить свое философское образование уже в Гарварде но потом он бросил обучение и неадекватному поведению Дэвид Фостер Уоллес себя весьма плохо контролирует в 2002 году Дэвид Фостер Уоллес встречает художницу Карен Глинн на которой впоследствии он женится ну известно что Дэвид Фостер Уоллес страдал алкоголизмом с которым старался бороться так же как и с привязанностью к разным видам наркотиков и легких и тяжелых он мучился от депрессии от психических расстройств ну роман бесконечная шутка давайте мы немножко поговорим об этом романе это очень серьезное произведение один из важнейших текстов который завершает по существу 20 век и американскую литературу 20 века наверное три таких самых главных текста на мой взгляд которые англоязычная литература оставила в 20 веке это в первую очередь роман Джеймса Джойса Улис это роман Томаса Пинчина «Радуга гравитации» и вот третий роман самый важный я бы все-таки назвал здесь роман «Бесконечную шутку» разумеется это один из самых интереснейших серьезнейших глубоких романов 20 века прежде всего «Бесконечная шутка» это роман философский отчасти ориентированный на идеи Сьюрина Кёркигора и Людвига Витгенштейна и кроме того в этом романе возникает диалог как и с современниками Дэвида Фостера Уоллоса так и с его старшими, скажем так, современниками с предшествующим поколением американских литераторов это с Джоном Абдайком, Джеромом Дэвидом Селлинджером и Джоном Чивером, ну и Джоном Гарднером вот собственно с этими авторами Дэвид Фостер Уоллос ведет крайне напряженный интереснейший диалог в своем романе включая в «Бесконечную шутку» многочисленные цитаты из их произведений, отсылки используя мотивы, которые используют и Абдайк, и Джон Гарднер и Джером Дэвид Селлинджер, и Джон Чивер и так далее роман это текстовое, такое богатое, удивительно пространство которое исследует современную культуру, современную политику проблемы экологии, проблемы масс-медиа эта проблема очень волновала Дэвида Фостера Уоллоса однако прежде всего в центре этого романа разумеется фигура человека фигура человека, который определяет вот эти стороны социальной жизни роман занят в первую очередь человеком это роман диалогический, в котором взаимосоотносятся самые разные версии жизни и с другой стороны это серьезный, с одной стороны, философский роман с другой стороны, роман, если вы почитали если вы познакомились с этим романом роман, безусловно, игровой ну я обозначу, наверное, сразу же какую-то основную проблему этого романа основная проблема это замкнутость человека в пределах его я некоторая закапсулированность современного человека западного в сфере сугубо человеческого это такое безвольное, пассивное, автоматическое существование то есть это комплекс проблем, с которым работают по сути дела все англоязычные литераторы 20 века вот, прежде всего, вот эта проблема человеческой замкнутости на самом себе, сосредоточенности, на себе закапсулированности связана с неспособностью видеть нечто видеть какие-то некие ценности, лежащие вне сферы человеческого я то есть ценности абсолютные, ценности трансцендентные неспособность вот видеть эти ценности, выходить в зону этих ценностей выходить в состояние религии и пребывать в состоянии религиозного человека как это определял Киорк Егор оно во вторую очередь связано, разумеется, с невозможностью и неспособностью принять реальность почувствовать реальность, которая существует по ту сторону личности и вот здесь проводится такой последовательный анализ очень тонкий, очень мощный одновременно и атака двух самых, наверное, важных тенденций американской культуры это политической и одновременно эстетической это проблема либерализма и постмодернизма для либерализма, как известно, целью общественного развития является сам человек и достижение человеком личного человеческого счастья либерал, как мы знаем, редко в состоянии видеть некие ценности лежащие по ту сторону человеческого я либерал принимает все формы культуры, идеологии, развлечения которые приходят извне и либерал, как правило, вот эти формы, которые приходят к нему извне они возвращают его к его собственной личности и замыкают его на самом себе по ту сторону я нет никаких ценностей нет реальности и редко можно встретить Бога то есть эта ценность и цель человеческого развития является сам человек если говорить о постмодернизме мы к этой теме тоже еще вернемся это такая тотальная нарративизация всего превращение актуального то есть той реальности, которая нам кажется актуальной в систему знаков ее нарративизация и одновременно перевод истин, откровений в систему знаков тотальная игра, ризоматичность, сосуществование одновременно истории отсутствие какого-то главного глобального нарратива и либеральное уравнивание всех нарративов которые вроде бы сосуществуют, существуют одновременно ну и, разумеется, эпистемологическая неуверенность как это все осмыслял и определял Мишель Фуку ну, это такое предварительные какие-то умозаключения поговорим теперь, собственно, о самом романе я вынужден здесь сделать несколько таких спойлеров действие романа происходит, ну, в общем, в недалеком будущем в принципе, мы можем даже, если напряжемся если сядем с карандашом в руках мы можем даже сказать какие-то, в общем-то, годы это происходит в относительно недалеком будущем в так называемую эпоху субсидирования что это означает? это значит, что традиционное летоисчисление вот сейчас у нас 2020 год но вот традиционное летоисчисление заменено перечислением субсидированных годов то есть, когда каждая корпорация выкупает год и называет именем своего товара это прежде всего, вот, отмена такого традиционного летоисчисления и начало эры субсидирования второй момент, это успешные шаги глобализации то есть, США, Мексика и Канада объединены в некий единый союз под названием Анан вот они идеально объединяются в этот союз но не совсем идеально, не без эксцессов потому что некоторое сопротивление этой глобализации оказывают квебекские террористы но это небольшая шайка, небольшая группа людей которые устраивают террористические акты и всячески выступают против этого такого тотального объединения ядро сюжета это поиск некоего картриджа то есть записи фильма развлечения фильм развлечения снял Джеймс Инканденса выдающийся оптик, замечательный физик основатель теннисной академии Джеймс Инканденса в чем, как бы, суть этого фильма фильм дает такое предельное удовольствие зритель его хочет смотреть он его смотрит, пока не умирает от удовольствия или превращается в такое пассивное, беспомощное животное с единственным желанием сидеть и смотреть фильм за этим картриджем, то есть за этой записью фильма Джеймса Инканденса развлечения охотятся с одной стороны американские спецслужбы потому что американские спецслужбы видят в этом угрозу безопасности граждан и охотятся к вебекске, с другой стороны, террористы которые хотят использовать вот этот картридж, эту запись как средство борьбы с США они как раз здесь видят уязвимые стороны американского сознания, о котором я вам говорил и с этой целью вот они стараются поскольку они видят здесь какие-то уязвимые стороны то они считают, что это такое потрясающее единственное возможное средство борьбы с американским глобализмом и вообще с американцами использовать это в своих террористических целях событие происходит где-то на окраине Бостона здесь находится ЭТА то есть это теннисная академия которую некогда создал Джеймс Инканденса и второе место дислокации это Эннет Хаус это реабилитационный центр где содержатся в рамках программы реабилитации бывшие наркоманы вот это два важных места в романе несколько сюжетных линий главная центральная сюжетная линия она связана с семьей Инканденса тут отец, мать и три сына вот отец Джеймс Инканденс как я уже сказал он создал ЭТА он был ректором теннисной академии долгие годы ректором, создателем и основателем этой академии одновременно он такой режиссер-любитель который снимает арт-хаузное кино вот все фильмы, которые он снимает они нарративизируются очень подробно пересказываются на страницах этого романа ну и вот в частности он создал этот поразительный фильм развлечения, который имеет свойство убивать людей, доставлять людям такое удовольствие, что люди не готовы отказаться, а умирают от этого удовольствия ну вот он кончает с собой к началу романа он уже мертв он покончил с собой весьма экстравагантным способом он сунул голову в микроволновку вот у него три сына Марио инвалид который в общем-то на самом деле там есть такие смутные намеки он не является его сыном он является сыном сводного брата его жены именно поэтому он инвалид это Марио вот он такой оператор и режиссер он идет отчасти по стопам отца это Орен и Хелл ну если это как бы такое условное приближение в романе несколько как я уже повторюсь сюжетных линий его в общем можно бесконечно пересказывать рассказывать о его содержании я наверное все-таки попытаюсь создать какие-то приближения к этому роману последовательные но в определенном смысле это сразу же очевидно роман является в общем-то репликой в сторону Уильяма Фолкнера и Федора Михайловича Достоевского я не назвал по каким-то причинам этих двух авторов но тем не менее вот какой-то разговор с этими двумя писателями сквозь десятилетия в романе безусловно заметен здесь тоже как вы помните что в романе Достоевского братьев Карамазовы фигурирует три брата и отец это вы хорошо помните это Митя Карамазов старший брат Иван Карамазов Алексей Карамазов там да обсуждаются такие важные глобальные проблемы проблемы гибели России вопрос на который отвечает Достоевский политический сугубо вопрос я не беру религиозные моменты этого романа а вопрос на который в общем-то который задается в этом романе что же все-таки приведет к гибели России вот последовательно исследуя человека исследуя вот вообще механизм сознания всех этих трех братьев Федор Михайлович очень последовательно на этот вопрос отвечает кто же все-таки убил Федора Палча и кто все-таки погубил Россию Уильям Фолкнер как вы знаете написал роман на похожую тему этот роман назывался Шум и Ярость вышел он по-моему в 1928 году роман тоже написанный по следам братьев Карамазовых в этом романе тоже присутствует некая южная фамилия южная семья то есть семья которая живет на американском юде семейство Компсонов там есть отец мать есть сестра Кедди есть три брата Бенжи идиот Квинтин интеллектуал и Джейсон такой специфический рациональный тип немножко проходимец то есть вот эти два романа они послужили отчасти как я понимаю для Дэвида Фостера Уоллеса моментом удивительного отталкивания то есть Фолкнер так же как и Достоевский отвечает на этот важный вопрос из-за чего погибнут Соединенные Штаты Америки вот он предрекает им гибель и то же самое показывает нам в общем характер персонажей а все эти характеры замкнуты внутри себя они как бы изолированы они изъяты из общего потока из общего движения жизни вот сестра Кедди представляет собой поток и движение жизни а все три брата изъяты из этого потока и вот он расшифровывая их сознание препарирует их сознание показывает нам такие глобальные характер взаимоотношения между человеком и Богом человеком и реальностью и отвечает на вопрос в общем почему и как по каким причинам погибнет Америка и в общем посмотрите Дэвид Фостер Уоллес тоже отвечает на тот же самый вопрос анализируя сознание и препарируя сознание трех братьев да он тоже здесь показывает нам некое семейство и тоже три брата тоже есть мать тоже есть отец даже появляется некая такая что-то вроде сестры Джаэль во все во всей этой истории но вот смотрите у Фолкнера как я уже сказал братья замкнуты в разных формах и отчуждены от Бога и от потока жизни Дэвид Фостер Уоллес в общем-то создает для нас более-менее похожую ситуацию у Фолкнера фигурирует Бенжи умственно отсталый нарциссичный немой он не говорит он все время хочет что-то сказать но не говорит потому что он дебил он сосредоточен на себе и он тотально замкнут в своем несовершенном теле и предельно удален от Бога то есть такая нарциссическая дебильная сосредоточенность на себе удаленность от Бога и замкнутость то есть ему все время сопутствуют какие-то замкнутые пространства он не может выйти Бенжи за пределы своего дома он не может выйти за пределы участка вот здесь таким своего рода аналогом Бенжи но совершенно Иного типа выступает Марио. Ну, как бы такой сын Джеймса Инканденса. Вот вопрос о том, является ли Джеймс Инканденса его отцом, он как бы имеет, в общем-то, неоднозначный ответ. Но в любом случае Джеймс Инканденса называет Марио своим сыном, делает его впоследствии своим ассистентом. Марио тоже рождается он как бы дебилом, потому что он рожден из кровосмесительной связи. И Марио гротескно выглядит, он так похож на такого гротескного большого человекообразного паука. В детстве он воспринимается как умственно отсталый, однако потом мы понимаем, что в нем заключена жертвенность, духовность, выход из этой такой сферы человеческих ценностей в сферу религиозную, отчасти надчеловеческую. Вот как эту сферу определяет Кьорк Егор. То есть, если Бенжи, дебил, не в состоянии преодолеть тюрьму своего собственного тела, вообще замкнутость, вообще изолированность от бога, от людей, то Марио с течением времени это преодолевает. Вот интересно, что Бенжи является своего рода репликой у Фолкнера в адрес, как вы понимаете, тоже Достоевского, в адрес его романа «Идиот». Да, но тут такой несвященный, разумеется, идиотизм у Бенжи, то, в общем-то, посмотрите, Дэвид Фостер Уоллес гуманизирует своего героя и заставляет его преодолеть эту изначальную как будто бы замкнутость и выйти в какую-то религиозную сферу. То есть, он по существу-то возвращает нас во многом к проблематике Достоевского, потому что это и жертвенность, и какое-то такое религиозное молчание, мы всё это видим. Но есть очевидные параллели между фигурой Бенжи, Фолкнеровского Бенжи, и фигурой Марио у Дэвида Фостера Уоллеса. Оба они герои зрения. То есть, здесь такой возникает элемент феноменологического взгляда на реальность. Бенжи только видит реальность, он её не понимает. Он только видит, он только созерцает, он видит вещи, он не в состоянии между вещами провести причинно-следственные связи. Это существенно, потому что к Богу нужно прийти сознательно. Священный идиотизм, он не даётся от рождения, разумеется, в случае Фолкнера. Вот обратите на это внимание. Но существенно то, что это роман, вот первая часть романа Фолкнера, это роман именно зрения. То есть, герой видит, он видит потрясающие вещи, но их не понимает. Видеть, но не понимать. То есть, Фолкнер разводит зрение и умозрение, как это впоследствии провозгласят феноменологи. У Марио происходит ровно та же самая ситуация. Он потрясающе видит. Не случайно он становится оптиком, он становится оператором, а впоследствии он дорастает до режиссёра. Он снимает такие политико-сатирические фильмы, как нам рассказывается в романе. То есть, тоже вот этот момент зрения, он существенным образом превалирует над сознанием. Марио неинтересны книги, ему не так интересны разговоры, ему не так интересны умствования, ему интересна именно реальность зримая, плотная. Вот в этом смысле герои запараллелены, и здесь, конечно, между ними возникает очевидная связь. То есть, великолепие зрения, сосредоточенность на зримой жизни. Но в отличие, я повторюсь, от Бенжи, Марио связан с актуальным. Марио – этический персонаж, отчасти несущий в себе вот такую мощную волну религиозного отречения. То есть, условно говоря, Дэвид Фостер Уоллес дорабатывает фолкнеровский образ, возвращая ему вот эту коннотацию и, собственно, смыслы, которые несёт образ другого идиота, князя Мышкина. Ещё два брата – это Орин. Орин – одарённый теннисист, но не самый одарённый, не такой одарённый, как Хелл. Он занимает какое-то не самое важное место в этом рейтинге молодых теннисистов. Он потом переходит и начинает играть в американский футбол, где, в общем, ему удаётся прославиться. Хотя ни тот, ни другого не любят. И вот этот тоже важный персонаж – это ещё один брат. И, как мне представляется, он генетически связан с фигурой Квентина, старшего брата из романа Фолкнера «Шум и ярость». Квентин – интеллектуал. Квентин умирает по той простой причине, что его нравственные, этические, религиозные представления никоим образом не соответствуют ходу вещей. То есть вот Юг умирает, вообще жизнь меняется, он застревает вот в этом своём понимании реальности, очень таком чётком, очень внятном, из которого он не может выйти. Разумеется, Фолкнеровский Квентин – абсолютный интеллектуал. Он идеально владеет всеми интеллектуальными схемами. И его проблема в том, что он пытается постичь свою собственную сестру и поток жизни при помощи вот этих интеллектуальных схем. И всякий раз эти интеллектуальные схемы оказываются отброшены, преодолены. Тогда он придумывает новые, новые, новые. Но, в конце концов, он кончает жизнь самоубийством. Вот Орин похож на Квентина прежде всего тем, что он тоже интеллектуал. Но это тотальный интеллектуал, это ироник, абсолютно тотальный, это иронический человек Кьорки Гора. В Квентине тоже присутствует, разумеется, элемент иронии, элементы яростного такого иронического анализа реальности. Но Орин лишён каких бы то ни было ценностей. Он тотальный ироник. Он в этой своей иронической маске интеллектуальной, это интеллектуальные схемы, это интеллектуальные схемы, которые анализируют и препарируют другие интеллектуальные схемы. Вслед за ними создаются третьи. То есть он иронизирует над реальностью, иронизирует над собственной иронией, над этой вторичной иронией он тоже иронизирует. Это такая тотальная иронизация, такой тотальный анализ интеллектуальный. И так же, как и Квинтин, он тоже отчужден от людей, отчужден от Бога, абсолютно изолирован, вот как он все время накрывает какими-то стаканами насекомых, которые потом задыхаются вот в этом стакане, так же, как в конце романа нам показан его образ, замкнутый вот в какой-то такой гигантской колбе. То есть, это вот такой отчужденный от мира персонаж, не фиксирующий актуальность, не связанный с реальностью, не спрязанный с течением жизни и ходом вещей. В этом смысле они похожи. Вот Джейсон, еще один тоже персонаж, который тоже очень важен для Дэвида Фостера Уоллеса. Это тоже крайне ироничный персонаж, тотально обрушивающий иронию на всю реальность и препарирующий вообще все ценности юга. И вот Хелл, это один из братьев Инканденса, изначально он ироник, они с братом соревнуются в том, кто более ироничен, кто более тонок, кто более интеллектуален. Они оба фантастические интеллектуалы, невероятно у них развит аналитический ум. И Хелл изначально замкнут вот в этом интеллектуальном симеозисе, в мире знаков, в мире слов. Но вот затем у него происходит в нем какая-то эволюция, он подчиняется некой надличностной миссии. Да, он принимает логику и характер поведения тот, который ему диктует его тренеры. То есть подчинение некому дисциплинарной институции, в данном случае игре, он превращается в такого этического человека, становится потрясающим игроком в теннис, в отличие от Орина, который хочет, чтобы им все восхищались. Но вот из этой тоже этической замкнутости, он надличностной, разумеется, он тоже переходит в такое несколько религиозное пространство. И, как мне представляется, обретает духовность и изолирует, как бы вырезает себя из всего человеческого. То есть он становится чужд всему человеческому. И в начале романа, когда он, собственно говоря, поступает в университет, мы видим его уже несколько преображенного. Человек, который живет напряженной духовной жизнью, который понимает вообще течение жизни, ход жизни, но отделен от сугубо человеческого, от того, что скрывает жизнь. Вот, Орин встречается, еще есть один персонаж, тоже очень важный. Джаэль – это чирлидерша в ЭТА, это актриса. Вот это та актриса, которую снимает Джеймс Инканденса в своих фильмах и, главное, в своем самом таком фатальном фильме развлечения. Вот это жизнь семьи Инканденса, три брата, мать, отец, новый муж матери. Ну, кроме, другая линия связана с теннисной академией. Здесь тоже появляются интересные типы, интересные персонажи. Это Трельч, Пэмилис, Джон Уэйн. Появляются тренеры, проректоры. И, наконец, вот третье место – это Эннет Хаус. И здесь центральный персонаж, о котором мы сегодня поговорим – это Дон Гейтли. Это сотрудник, который бывший наркоман, бывший бандит, который сейчас как бы преобразовался, сделался в понимании Кьорки Гора именно этическим человеком и выполняет земную миссию. Ну, давайте вот мы закончим с этим таким пространным и обстоятельным видением и перейдем к каким-то проблемам романа. Ну, и так, все-таки главная проблема – это сосредоточенность современного американца или современного западного человека, и, в принципе, вообще человека на себе. Изъятость из жизненного потока. Изъятость из какого-то несвязанности с религиозным опытом, с трансцендентным и так далее. Вот в то же время Дэвид Фостер Уоллес очень важно понять, что он задает этот как бы мотив, очень важный для себя, и роман отчасти является его во многом автопортретом. Несмотря на то, что Дэвид Фостер Уоллес категорически и бескомпромиссно атакует вот эту сосредоточенность человека на собственном «я», его неспособность выйти к Богу, перейти в стадию такого религиозного сознания, вот которую описал Киорк Егор в своей знаменитой работе «Страх и трепет», возможно, что это и внутренние проблемы самого Дэвида Фостера Уоллеса, и Дэвид Фостер Уоллес не видит какого-то положительного выхода, не видит для себя возможности. Возможно, и самоубийство Дэвида Фостера Уоллеса, вызванное и отменой наркотиков, об отмене наркотиков очень много говорится в этом романе, и бесконечным приемом разного вида, разных типов антидепрессантов, вот об этом тоже в романе есть. Вот, возможно, это такой автопортрет и некоторая такая безнадежность выхода в эту ситуацию. Ну, собственно, безнадежность выхода есть и у Фолкнера. Фолкнер же примеряет всех своих героев на уровне мифа. То есть и Фолкнер, и Абдайк, они, в общем-то, оправдывают течение жизни, разумеется, такое внечеловеческое течение жизни, которое связывается у них неразрывно с христианством. Дэвид Фостер Уоллес так далеко не идет, он не так активно использует миф, если использует, то крайне иронично. Он, единственное, нам указывает на какую-то отдаленную, весьма зыбкую перспективу. То есть, возможно, что-то есть. Ну, давайте молиться, давайте надеяться. Возможно, за пределами сугубо человеческого. Это две вещи. Это, прежде всего, наслаждение, в которое погружены герои. Второй момент – это этические парадигмы, в которых тоже герои замкнуты и погружены. Возможно, вот из этого, из этой эстетической или этической, сугубо человеческой, то и другая сфера является сугубо человеческой. Существует какой-то выход к Богу, но он только намечен. Ну, возможно, он есть, возможно, он нет. Нам остается здесь только гадать. Но, во всяком случае, на перспективе Дэвид Фостер Уоллес нам, в общем, указывает. Итак, сам роман. Прежде всего, роман имеет и политическое, и такой, ну, наверное, несколько историко-утопический план, что, мне кажется, очень важно, о котором я уже говорил. Итак, США, Канада и Мексика объединяются в Союз Анан. То есть, глобализация достигает вот таких масштабов, что мир становится абсолютно глобальным и единым. То есть, все смешивается. Исчезают национальные различия, и, что очень важно, исчезают цели. То есть, пока Америка существует как независимое государство, или Мексика, или Канада, существуют границы, существует некое пограничье, и существует то, что есть за этой границей. Какая-то трансцендентная, предположим, цель. Но здесь границы преодолеваются, и все замыкается в едином пространстве. То есть, мир глобальный занят уже исключительно сам собой. Он же не стремится преодолеть собственные границы, как это всегда происходило с такими агрессивными странами, как США, или с европейскими странами. Тут нет вот этого перехода, захватывания границ, закрытия белых пятен и так далее. Какой-то такой экспансии вовне себя. Все покорено. Мир покоренный, мир един. То есть, он занят уже, собственно, собой. Границ нет. Куда-то стремиться совершенно не надо. И здесь возникает, ну, ироническое такое название этого союза. Анан. Который нам, естественно, сразу же ассоциируется, разумеется, с анонизмом. То есть, с аутоэротизмом. С обращением к себе и сосредоточенностью на себе. Отсюда вот это ироническое название этого союза, который нас отсылает к анонизму. Важная ли эта проблема? Проблема глобализации в романе? Да, пожалуй, что и нет. Вот в этом весь ужас. Не так это принципиально. Это одна из проблем, которая остается на периферии. Герой решает свои конкретные спортивные проблемы. Проблемы, связанные с наркотиками. Проблемы, связанные с собственным медикаментозным лечением. То есть, это одна из каких-то многочисленных проблем, которые тоже называются в качестве одной из проблем, существующих на периферии. Да, собственно, и центра для какой-то центральной проблемы, и это очень важно для романа Дэвида Фостер Уоллса, эта идея реализуется на каком-то уровне, не существует. Существует, все является периферией. Нигде нет никакого центра. Нигде человечество не выискивает для себя вот эта важная проблема, это главная проблема, а вот эта периферийная, все является проблемами периферийными. И все является либо существенным одинаково, либо одинаково несущественным. Второй момент – это некоторая утопичность и связанность с эрой субсидирования. Как я вам говорил, традиционное летоисчисление от Рождества Христова отменяется, и наступает эпоха субсидирования. То есть корпорации выкупают какой-то год и называют этот год именем какого-то своего товара. То есть там год впитывающего белья, или год какого-то шоколадного батончика. Ну, для чего это происходит? Ну, потому что символически это тоже отменяет какие-то большие нарративы, большую историю, большие цели, большие перспективы. Все это отменяется. То есть история Христа, то есть история нашего христианского мира больше не является историей. Все цели отменяются ради незначительных достижений поп-культуры, ради частных желаний, которые тоже не являются, строго говоря, личными желаниями. Что очень важно. Вот в этом современном обществе те желания, которые нас посещают, они нам продиктованы какими-то транснациональными корпорациями. Они создаются у нас искусственные потребности, а затем эти потребности удовлетворяются, как только у нас появляются деньги. То есть это тоже, в общем, не наше желание, которое здесь присутствует. Но очень важно, что нет единой истории, а есть множество разных частных историй. Человек здесь нарциссически сосредоточен на себе. Нет общей единой человеческой истории. То есть раньше все-таки была история, это история, которая отсчитывалась от Христа, это была христианская история. Начало этой истории связано с рождением Христа, конец нашей человеческой истории связан со вторым предшествием Христа. А, собственно, нет смысла, кто из нас, в общем-то, ожидает второго предшествия Христа. Мы все более-менее атеисты. Собственно, тогда с какой стати нам отсчитывать историю от Христа? Мы можем отсчитывать историю от самих себя. Вот когда мы съели батончик, когда мы купили какое-то впитывающее белье для взрослых, вот это наша история, это какие-то этапы нашей жизни. То есть вот этот общий нарратив или общая история глобальная, она исчезает и сменяется многовекторными такими путями, многовекторными частными историями. Человек нарциссически сосредоточен на своих проблемах, на конкретных своих проблемах, а не на каких-то общих проблемах. То есть здесь, конечно, очень важный момент, и связан он с проблемой вообще осмысления истории в американской культуре. То есть американская культура обозначила тот кризис, который в исторической науке происходит именно сейчас, когда Мишель Фуко, собственно, объявил ту историю, которая написана в школьных учебниках. Он ее объявил, как вы знаете, историей власти, сообщив, что одновременно сосуществует и развиваются множество других историй. История бессознательного, которую он исследует, то есть история тюрем, это тоже история. То есть это не тоже, а это и есть история. История безумия, это есть история. История слов, это тоже история. Вот он пишет все свои книги, уравнивая это все, и из этих книг, в общем, исчезает. Вот это видение истории, как история власти, смена президентов, королей, войн. Это все несущественно, это все дополнение к вот этим частным историям. То есть везде-везде периферия, везде-везде периферийные истории, а история власти это лишь одна из историй. Мы не живем в большой истории, мы дома у себя живем, разумеется. Но вот этот кризис исторической науки, который, в общем-то, был обозначен уже в 30-40-е годы прошлого века, он на самом деле уже присутствовал в американском сознании. В принципе, американское сознание уже давно обозначило отсутствие значимости большой истории. С чем это было связано? В 18-19 веке американцы немножко комплексовали, как вы знаете. Ну, вот существовала большая история, которая творилась за океаном в Европе. Там шли потрясающие войны, там была эпоха Наполеона. Ну, а, собственно, что такого могли предъявить здесь американцы? Они находились на периферии истории, они находились на периферии внимания европейцев. Они не были вообще практически международными субъектами, даже когда они получили независимость. Вот американцы здесь начались, старались убедить себя, что их малая история, история Америки, ничуть не менее значима, чем история Европы. Ну, да, там они называют великой историей наполеоновские войны, вот все, что у них там происходит в Европе. Но с какой стати это называть историей? У нас в Америке творится ничуть не менее интересная история. И она ничуть не менее значима. Смотрите, Генри Дэвид Тора пишет в свое время замечательный текст, который называется «Уолден» или «Жизнь в лесу». И там он тоже заявляет о важности личной истории. В какой-то момент в своем замечательном тексте «Уолден» или «Жизнь в лесу» он рассказывает о муравьиных войнах. Вот он нам подробно рассказывает о муравьиных войнах, гуманизируя так муравьев, персонифицируя их, показывая, как они себя ведут. И в какой-то момент он говорит «Посмотрите, вот этот герой, вот этот муравей вел себя так же достойно, так же героически, как Ахилл или Аякс или Одиссей». Это ничуть не менее значимо, чем эти герои, муравьи. Они вот почему-то называются безымянные. Они ничуть не менее значимы, чем герои Гомера. А вот доблесть вот этого рыжего муравья я ставлю гораздо выше и значимее, чем доблесть какого-нибудь героя Трои или героя Ватерлоу. То есть, смотрите, это для меня гораздо более значимо. Видите, он, по сути дела, релитивизирует историю. Он говорит, что история муравьев примерно так же для него лично более значима, чем большая глобальная история. Ему вторит, в общем, Генри Миллер в своем сборнике «Черная весна», где он, по сути, продолжает эти, развивает эти мысли и говорит нам примерно следующее. Ну что мне там, до Ленина, до Сталина, до Гитлера меня больше волнует вот некий Эдди Карни, который мне поставил фингал под глаз. А Ленин, Сталин с Гитлером меня вообще особенно не волнует. То есть, смотрите, вот эта релитивизация по существу и истории, это отмена больших нарративов, это разговор о том, что моя личная жизнь так же значима, как мировая история, и мои конкретные проблемы так же значимы, как конкретные политические проблемы. Это все нас движет вот к тем идеям постмодернистским, которые и к тому, по сути, к той самой оптике, которую мы, в общем, сейчас наблюдаем. Но есть еще один тоже важный момент, когда мы говорим об американской истории. Это тоже некоторое представление американцев об истории. То есть, для американского сознания, ведь история, собственно говоря, по-настоящему-то она осталась в старом свете. Что такое США и кто создавал США? США создавали праведники, богоизбранные люди, люди, которые избрали для себя истинную веру и истинную религию, люди, которые осуществляли земную миссию. Это были, в частности, кальвинисты или те же менониты, которым принадлежал Дэвид Фостер Уоллес. То есть, по существу они осуществляют некий град на холме, рай на земле. Американец, вот создается миф о новом Адаме и о стране, как о новом Иерусалиме. Американцы богоизбранные люди и создают земной рай. Вот эта история, история грехопадших людей, это все европейская история. А здесь вроде бы как земной рай осуществлен или осуществляется. То есть, время в его европейском понимании, оно как будто бы остановилось. И перспективы вроде бы не нужны. Америка величайшая страна, говорят американцы из всех, ну какая она величайшая, мы сейчас видим и наблюдаем. Но не в этом дело. Представим себе сознание американца в какую-нибудь эпоху просперити, среднестатистического. Вот это действительно град на холме, какой-то рай, вот реализованная утопия, ты получаешь ровно то, что ты хочешь. Здесь время как будто бы останавливается. И вот этот комплекс проблем, разумеется, решает в своем романе Дэвид Фостер Уоллс. Вот тот комплекс, который я вам сейчас обозначил. Вот этот момент и остановки истории, достижения как бы земного рая, с одной стороны. С другой стороны, вот эта попытка снять историю власти, уйти от глобальной истории или объявить ее одной из всех возможных историй. Ну и вот, собственно говоря, эра субсидирования и вот этот утопический элемент этого романа и как бы возникающие здесь рассуждения об истории, они, разумеется, связаны с вот этими моментами, которые я сейчас обозначил. Экологическая проблема тоже становится важной. Здесь, как мы узнаем, создается некая вогнутость на юге Канады, куда пушками отправляют мусор. Но тоже очень важная проблема, такая глобальная помойка на территории Канады. Но проблема эта тоже никого особо не волнует. Эта проблема как бы периферийная. Мы иногда видим упоминание этой проблемы, она, на самом деле, крайне важная, она глобальная, потому что эта помойка – это кошмар, экологическая катастрофа. Но она, в принципе, никого не интересует. Все заняты своими исключительно частными проблемами, кроме вот маленькой группы квебекских террористов, которые выступают и против глобализации, глобального объединения всех стран в систему Анан, это такие анти-ананисты, как остроумно их описывает Дэвид Фостер Уоллес. И, с другой стороны, они, конечно, протестуют против готовящейся глобальной экологической катастрофы. Но очень важно, что вот эта проблема, она и проблема глобализации, и проблема экологии, она как бы вплетается в роман, как одна из периферийных проблем. Но здесь нет главных проблем. И это принципиальный момент, потому что Дэвид Фостер Уоллес дает бой постмодернизму на его собственной территории. Вот. Ну, постмодернизм, да, и это наш разговор, мы помним, что постмодернизм, в принципе, отрицает истину, существующую вне человека, постмодернизм отрицает реальность, для нее актуальности нет, существует лишь только система некая знаков, то есть все прочитывается как система знаков, все сводится к какой-то семиотической и языковой игре, и все уравнивается в своих правах, вместо столба, вместо дерева, вместо ствола нам предлагается какая-то вот такая резома, нам предлагается корневище. Вы все это без меня знаете. Но вот Хелл Инканденса, один из братьев и один из главных, заглавных персонажей этого романа, он в какой-то момент, он много чего пишет, он интеллектуал в самых разных областях, он не только выдающийся теннисист, он и разбирается и в математике, и в философии, и в физике, и вот в какой-то момент он пишет эссе о двух детективных сериалах. В одном из них действует сыщик, следователь, который раскрывает преступление. И весь сериал сосредоточен именно вокруг этой цели. Раскрыть преступление, узнать, кто совершил преступление, поймать и наказать виновного. То есть вся жизнь этого сыщика подчинена этой важной миссии. Всё остальное, что с ним случается, это незначительно, незначимо, несущественно. Весь сериал подчинён этой логике. Но вот снимается второй сериал, и в этом другом сериале появляется инспектор, которого Хелл Инканденса называет постмодернистом. Это инспектор Фрэнк Фурилла из сериала «Блюз Хилл Стрит». Вот здесь ситуация совершенно другая. Здесь, конечно, у инспектора есть свои цели – поймать и наказать виновных. Но это одна из возможных целей. И не самое главное. Он опутан, как паутиной, разными связями. Это его и любовные какие-то истории, это интриги на работе, это взаимоотношения с родителями, с детьми, с коллегами. То есть он решает самые разнообразные проблемы. И проблема раскрытия преступления является здесь периферийной. То есть мы за этим не следим. Мы следим одновременно за всеми этими проблемами, которые в нём сосуществуют. Здесь нет центра. Здесь нет ствола. Здесь сплошное такое разрастающееся в разные стороны корневище. То есть главной цели нет. Всё становится периферийной. То есть герой общается не с реальностью. Он существует в мире знаков. И более того, для него исчезают цели во всех этих историях. То есть он своего рода паук, который дёргает за разные ниточки и приводит все эти стороны своей жизни к какому-то нужному для себя индивидуальному решению. То есть он не разрывает эти семиотические сетки, не стремится к истине. Напротив, он в них идеально, как паук, закрепляется. Он их чувствует и следует их пульсации и их биению. Вот в этом смысле он похож на очень такого интересного персонажа Тодда Эндрюса из знаменитого романа Джона Барта «Плавучая опера». Он как вот герой, как такая муха к паутине. Вот если сразу же почувствовать вот этого персонажа, то мы начинаем понимать, как в принципе устроен и этот роман. Да, кстати, паутина – это образ, многократно возникающий в романе. Вообще есть несколько текстов, которые разрабатывают вот этот образ паутины. В первую очередь это роман Джеймса Джойса «Портрет художника в юности», где главный герой Стивен Дедалл, ну это чисто такой модернистский роман, он как бы всё время стремится выйти в актуальность, да, Стивен Дедалл. То есть слиться с потоком жизни, с реальной жизнью, соприкоснуться. И всякий раз он вдруг обнаруживает, что он находится в какой-то языковой сетке. Это была не реальность, это не версия реальности, это просто семиотическая такая игра. Вот он как только обнаруживает это, он разрывает эти сетки и выходит в другую реальность. Вот это уже настоящая реальность, но и это тоже является сеткой. Вот по такому принципу построен и «Портрет художника в юности», и роман Джеймса Джойса «Улист», то есть такие паутины, вот еще образ паутины возникает тоже в романе писателя, которого, конечно, не мог не знать Дэвид Фостер Уоллес. Это роман Томаса Уолфа «Паутина и скала» и «There is no way home», то есть «Домой возврата нет», где тоже все время возникают вот эти образы чего-то незыблемого, и образы сетки, рвущегося пространства и одновременно человеческих нервов. То есть в романе герои пребывают вот в этих различных семиозисах, вот в системах знаков, в системах обозначений. Все время герои видят пауков. Практически вот каждые три страницы возникает слово «паутина», упоминаются пауки, «Black Widow», самые разные пауки. Пауков видит отец Джеймса Инканденции. Вот когда он совершает какой-то такой неудачный удар в теннисе, подскальзывается он на паутине. Эухенио Мартинес из Энет Хауса тоже все время говорит о паутине, отождествляя паутину с человеческой волей. На паучка похож Марио Инканденса. То есть паутина – это тотальный, это один из самых главных образов этого романа. Обратите внимание, почувствуйте вот эту пульсацию этого образа. Пунктирно практически каждые три страницы упоминается в разных видах паутина. То есть вот это знак с одной стороны вот этих сеток, в которые пребывает человек, которые затягивают в себе человек, сетки сугубо человеческие, из которых невозможно вырваться в некий трансцендентный мир. С другой стороны, паутина описывается не только как то, что затягивает человека, нечто внешнее по отношению к нему, это то, что пребывает в нем. Вот нервы человека, вся нервная система описывается тоже как паутина. Это тоже такое человеческое пространство. Вот эти наши нервы, которые передаются как во внешний мир. Естественно, это оформляется как какая-то внешняя паутина знаков, которые мы существуем. На самом деле мы существуем, в нас существует эта паутина, из которой мы не можем вырваться. Мы не можем преодолеть себя, мы не можем преодолеть протяжение чисто человеческого. То есть неважно, чужая это паутина, как в случае с этикой, когда мы подчиняемся, например, логике игры, в которой мы участвуем, выполняем там какие-то миссии, либо когда мы замкнуты на своем интересе, на своем удовольствии, как в случае такого эстетического человека, в любом случае это либо внешняя паутина метафорическая, либо внутренняя паутина. Да, в романе есть довольно интересный такой эпизод, многостраничный, это несколько десятков страниц, чуть больше, описывается игра, такая полузапрещенная, которую ведут между собой юные теннисисты, эсхатон, это полузапрещенная в ЭТА, в теннисной академии, игра. В общем, преподаватели делают вид, что они не замечают, что молодые теннисисты в это играют, им, в принципе, не разрешено, но как бы ее поощряют. То есть это эсхатон, это такая игра при помощи старых мечей, в которых сама игра, она ведется на нескольких кортах одновременно, в которой конфигурация пространства и корты представляют собой, ну, некоторую часть земной поверхности. Это как карта. Ракетки – это, собственно, вооружение, которое отправляет снаряды на территорию противника. Вот начинается такая мировая война, студенты, то есть, простите, школьники играют в эту игру, разбивают конфигурацию мечей, наносят какие-то удары, удары там по Москве, по Петербургу, по Кентукки и так далее. Начинается такой глобальный мировой апокалипсис, разумеется, но вот он связан с умением правильно куда-то отправить мяч. То есть они создают карту такой внешней политики. То есть, смотрите, на самом деле, с одной стороны, в общем, это как бы такая внешняя игра, то есть такая игра вроде бы детей, с другой стороны, с одной стороны, вот как бы вся вот эта наша политическая реальность, животрепещущая, она детьми проецируется на плоскость. То есть постмодернизируется, проецируется на плоскость, преображается в систему знаков, обозначений и так далее. И вот в игру вступают именно знаки и обозначения. С другой стороны, мы начинаем понимать, что и большая политика, это тоже своего рода такая постмодернистская игра, которую ведут какие-то корпорации, какие-то президенты друг с другом. Они же не выходят на поле боя, они всё рассчитывают, это пространство, это некие карты. То есть вот тут такая возникает проекция на плоскость, и обратно проекция в 3D. С одной стороны, игра эсхатон нам начинает напоминать мировую политику, с другой стороны, мы понимаем, что мировая политика это тоже игра эсхатон. Отчасти вот в этой игре эсхатон мы видим некоторые отсылки к знаменитому роману Германа Гессе «Игра в бисер», где тоже всё знание нарративизируется, превращается в систему знаков и в систему тотальной языковой игры, в которой ты вольготно себя и потрясающе себя чувствуешь. Если ты магистр этой игры, ты владеешь всеми нюансами, всеми модулями этой игры, но есть как бы какие-то частные исполнители твоей воли. Эсхатон – такое многоуровневое в романе, философское, политическое и военное игра. С другой стороны, это игра беззаботная, это игра не на выигрыш, это именно игра в изначальном значении этого слова. То есть настоящая игра – это игра ради процесса. Игра в бисер ради чего? Какую мы цель там достигаем? Нет. Никакой цели мы не достигаем. Наука не достигает никаких целей. Это просто игра. Это процесс ради самого процесса. Это просто интересно само по себе. Вот это пространство абсолютной игры. И здесь очень важно, что все заканчивается, разумеется, апокалипсисом. С одной стороны, мы понимаем, что существует явная опасность ядерной войны. С другой стороны, мы понимаем, что вот такая беззаботность человека, его пребывание, его абсолютное нежелание искать какую бы то ни было истину, его желание просто так играть ради процесса, ради движения, ради развития, ради самой игры, его замкнутость в сфере логики этой игры просто породит в какой-то момент мировую катастрофу и апокалипсис. Постмодернизм – это еще одна из важнейших проблем. Я, собственно, про это все время говорю. Но, конечно, как изначально мы понимаем, и Дэвид Фостер Уоллес об этом тоже неоднократно говорил, что постмодернизм изначально был крайне революционен. Ведь постмодернизм был направлен на разоблачение текстов, которые стараются притвориться реальностью. То есть мы прекрасно понимаем, что какие-то простые люди все принимают за чистую монету. На самом деле, если направить на эту псевдореальность наш критический взгляд, мы обнаружим, что это текст, написанный по этим правилам. Вот постмодернистская оптика, она, в общем, изначально была крайне революционна. То есть она говорила нам, что это не актуальность, а это некий текст, придуманный определенными людьми ради своих собственных интересов. Постмодернизм разоблачает самую важную идею. Идею власти. Это принципиально. То есть которая создает нам какие-то тексты, которые имеют видимость правды, истины и реальности. То есть постмодернизм разоблачает актуальность. Он разоблачает власть. Он разоблачает это как некую псевдосистему. И постмодернизм вводит вот этот момент недоверия и момент неуверенности. Момент недоверия предъявляемому. То есть постмодернизм всегда вводит иронию. Он все надо всем иронизирует. Он все превращает в балаган и в текст, и в игру. То есть первая задача ироника, и здесь, естественно, Дэвид Фостер Уоллес опирается отчасти на представление, то представление об иронике, которое высказывает в своем знаменитом трактате или к Йорке гор. То есть цель иронии иронически дистанцироваться от предъявляемого. Не поверить в его актуальность. Сказать, что за этим что-то стоит. За этим стоит чей-то интерес и чья-то власть. То есть все предложить как систему знаков. Но постмодернизм становится глобально ироничен. То есть постмодернизм абсолютизирует иронию. И вот постмодернизм разрушает абсолютно все. Разрушает все данности. Отменяет все возможные смыслы. Во всем он видит присутствие власти и какого-то интереса. Все потрошит как систему знаков, занимаясь тотальным аналитизмом. Занимаясь уже иронизируя над собственно иронией. Здесь вот возникают такие переклички с романом Джона Гарднера «Грэндаль». Где вот многие герои Дэвида Фостера Уоллеса, например Орин, вот очень похож на Грэндаля. Грэндаль это роман Джона Гарднера, который собственно нам рассказывает, в котором рассказывается Беовульф, но не от имени эпического сказателя, а от имени самого Грэндаля. Вот этот Грэндаль, приняв на себя такую философию негативизма, дракона, отменяет все смыслы, разрушает все смыслы, превращает их в абсолютное ничто. То есть становится таким сартеровским хаосом, об который разбиваются все концепции и все идеи. Вот многие персонажи Дэвида Фостера Уоллеса, они становятся вот именно такими, такими являются Хелл отчасти и Орин, то есть об их сознании разбивается абсолютно все. Они везде обнаруживают игру, они везде обнаруживают нарратив, они везде обнаруживают что-то власть и систему знаков. Они всегда отменяют актуальность и смыслы, не предлагая при этом новую оптику. То есть они тотально ироничны. Они высмеивают абсолютно все. То есть ирония для Орина и в какой-то момент для Хелла становится единственной истиной. Вот это очень важный момент, потому что ирония замыкает человека внутри самого себя. То есть первый шаг, он хорош. Мы разоблачаем. И нам удается отделить себя от псевдоактуального. То есть мы, условно говоря, самоидентифицируемся вот в этом ироническом аналитическом акте. Но дальше мы не способны открыть настоящую истину. Мы разрушаем ложные, и везде видим ложные, ложные, ложные тексты вместо истин. И мы начинаем уже иронизировать тотально над собой. В общем, мы помним замечательное эссе Дэвида Фостера Уоллеса «Энонибус Плюром», то есть из одного «Многие». Вот это знаменитое эссе, которое в свое время очень ярко прозвучало, и оно очень талантливое. Естественно, оно находит отражение в системе романа, в котором нам рассказывается, что действительно медиа формирует ложную, фиктивную повестку. Но вы прекрасно знаете, что никакого доступа к реальности у нас нет. Мы читаем СМИ, и СМИ нам предлагают версию реальности, предлагают некий текст, заставляют нас прочитать реальность так, как им это выгодно, так, как им это нужно. То есть медиа создаёт нам реальность, и вот умники, интеллектуалы с лёгкостью её препарируют, эту систему ценностей, видя в нём действительно текст, а не реальность. То есть начинается критика медиа, как вы знаете, в 60-х годах, поскольку, ну уж нельзя столько врать, уже столько врёте, что уже невозможно, начинается критика медиа, и медиа отбирает вот эту, собственно, собственно, это оружие у своих критиков, и включает эту критику в своё пространство. Ну, вы прекрасно понимаете, вы можете смотреть там интернет, вы прекрасно видите, что медиа начинает себя критиковать, иронизировать над собой. То есть иронизировать над тем, что только что, прямо в соседней программе, вам актуализировали. То есть всё превращается в абсолютный балаган, и что, в общем-то, является путешествием в никуда. Это, на самом деле, ситуация ещё хуже, потому что медиа нам не предлагает истины, разумеется. Она предлагает нам сомневаться абсолютно во всём, и сомневаться в своих сомнениях, и сомневаться в тех сомнениях, которые являются сомнениями по поводу других сомнений. Да, это такая, какая-то чудовищная, абсурдная, чисто бэкетовская и картезианская ситуация, непознаваемость мира. То есть медиа обратились против самих себя и замкнули всё в такой тотальной иронии, что, в общем, усугубляет только нашу ситуацию. Вот это очень важно, когда мы говорим о фильмах Джеймса Инканденса. Вот все эти фильмы, они тотально ироничны. Они препарируют абсолютно всё с единственным недостатком. Они не дают нам выхода в трансцендентное. Он Джеймс Инканденса, так же, как и Дэвид Фостер Уоллес, указывает нам, да, нечто, видимо, присутствует, да, какая-то реальная, да, всё задано нам в пространстве символического, а мы, в общем, присутствуем в пространстве. Реальное, наверное, где-то есть, наверное, где-то оно в целом существует, да, вот то реальное, о котором говорил Лакан, но мы не знаем, да, мы живём в тотальной системе текстов, да, принимайте текст, который вам нравится. Вот вам нравится это, принимайте это. Нравится то, принимайте то, но и то, и другое, в общем-то, враньё и тексты. Да, то есть это нас заражает таким тотальным неверием в реальность, потому что реальность нам, в общем, недоступна. Вот Орен, я повторюсь, ещё один важный персонаж, он находится в заперти своего «я», и он отчуждён от мира тотальной иронической дистанции. То есть он, в его понимании, вещи абсолютно непостижимы, то есть здесь такой сартеровский взгляд, вещи абсолютно враждебны человеку, вот эта сартеровская модель в духе Сартра и Камю, она регулярно воспроизводится Дэвидом Фостером Волосом, абсолютно враждебно, не значит, что он другие мысли не высказывает, но вот абсолютно враждебность, точнее равнодушие вещей к человеку, и равнодушие людей к друг другу. Вот это то, что называется не отчуждение, а скорее заброшенность. Ну и вот Орен, он такой тотальный, в этом смысле, религиозный, антирелигиозный, простите, экзистенциалист. И вот здесь такая тотальная бесконечность. Ирония над иронией, ирония над своей собственной иронией, то есть дурная бесконечность постмодернистского познания, которая и познанием-то не является. То есть такая тотальная интоксикация нашей мысли. Это мысли, которые описывают другие мысли. Вот это очень важно в этом романе. Сразу же, когда вы будете читать, вы обратите внимание на то, что персонажи, когда вступают в диалог друг с другом, они начинают рассказывать, как они сейчас друг с другом общаются. Что они имеют в виду, говоря вот это. Или там психоанализ тоже, который тебе объясняет, что ты в принципе сейчас думаешь, по каким принципам строится твое мышление. То есть такой метанарратив, который все время в этом романе возникает. Да, ну и такой постмодернистский прием, который используют очень хорошо Оллос, это нарративизация видимого. То есть здесь Оллос нарративизирует абсолютно все. То есть он переводит в языковые знаки все визуальное. То есть все фильмы нам очень подробно и обстоятельно пересказываются, как фильмы Джеймса Инканденса, так же как и сатирический фильм его сына. То есть все это предъявляется нам как система знаков. И то же самое происходит, когда он описывает персонажей и попутно описывает музыку, которую персонажи слушают. Он нарративизирует музыку. Это очень талантливо происходит. Мы даже все это в общем способны, наверное, услышать. Вот там есть такой эпизод, когда маньяк Ленс выходит на охоту. Его маньякальность в том, что он убивает животных, режет глотки, там душит котов, убивает, режет глотки собакам. Вот он выходит на свою охоту и параллельно звучит музыка, которую он слышит, которая его сопровождает. И эта музыка так тотально нарративизируется. Вот на самом деле нельзя и очень сложно нарративизировать развлечения. Да, потому что люди фактически ментально погибают, столкнувшись с развлечениями. Пересказать фильм развлечения достаточно сложно. Это такой очень серьезный вызов постмодернизму и всей этой культуре. Это колоссальный ответ на эту культуру. Ну, давайте смотрите «Обособление человека от реальности». Одна из тем этого романа. Обособление, самоидентификация, она вообще тотально необходима. Как самый первый шаг. Это очень важный шаг. Он нас идентифицирует. Но этот шаг недостаточен. Это первый шаг, когда мы действительно обособляемся. Орин делает этот первый шаг. Обособляется, самоидентифицируется. Но и остается вот в этом первом шагу. Такой тотальной ироничности отделения от мира и так далее. Он получает колоссальное удовлетворение от собственной обособленности и замкнутости на себе. Его брат Хелл тайно курит Боба Хоупа, тайно курит марихуану. Но при этом ему не интересно марихуана, хотя он к ней начинает с какого-то момента привыкать. Ему интересен сам факт того, что он обособляется, где-то сидит, где-то тайно курит марихуану. Он получает удовольствие не от марихуаны, хотя по идее он должен от нее получать удовольствие, а от самой ситуации тайны и обособленности. То есть удовольствие быть внутри самого себя. Удовольствие быть собой и там внутри самого себя и оставаться. Джаэль, одна из персонажей романа, актриса, снявшаяся в фильме Инканденса Развлечения, она освобождается от взглядов других. Она носит вуаль, не желая определять себя взглядами других. Это действительно этически правильный путь, о котором говорит Кьюорк Егор. Ни в коем случае нельзя определять себя посредством других, посредством других людей. То есть человек выходит один на один с Богом. То есть он отчитывается перед Богом. Как Бог его увидит, но не как его увидит, разумеется, другой человек. Вот эта реакция на других, она не приведет до того, как вы будете выглядеть в глазах других. Она приводит к распаду человеческой личности. Именно таков Орен. То есть он все время смотрит на себя, идентифицируясь, самодостаточно пребывая в своем собственном я, он при этом все время смотрит на себя глазами других. Он пытается с собой удовлетворить других. Вот он там спит с женщинами, он их даже не идентифицирует по имени, он называет их субъектами, он очень хорошо занимается сексом, и женщины страшно довольны, только он от этого секса никакого удовольствия не получает. или там он играет, предположим, в американский футбол и тоже он в восторге от того, как все его воспринимают и все на него смотрят. То есть это такое перекладывание ответственности на другого. Вот зеркало и рефлексия. Да, рефлексия ироническая. И зеркало это еще один частый образ наряду с образом паутины, который все время возникает в романе. Паутина и зеркало. Зеркало все время рефлексия, рефлексии, рефлексия, отображение тоже зеркала. И все время возникают зеркала, в которые смотрятся на себя персонажи. Джаэль, когда пытается покончить жизнь с собой, она хочет накуриться Крэка и умереть от невероятного удовольствия, от передозировки, от абсолютного кайфа. Она все это проделывает перед зеркалом. То есть здесь тоже очень важный момент, момент собственного отражения. То есть мы хотим увидеть, как мы отражаемся в других. То есть мы хотим увидеть другие лица, как зеркала собственного я. То есть это все возвращает тебя самого себе. То есть Дэвид Фостер Уоллс подробно обстоятельно художественно исследует эту систему проблем. И вот здесь нам возникает такая очень интересная отсылка многократная в этом романе к немому фильму сюрреалистки Майи Дерен. Это замечательная сюрреалистка, автор немого фильма Полуденные сети. Если кто-то не посмотрел этот фильм, обязательно посмотрите этот фильм. Это классика сюрреализма. Джаэль находясь уже в шаге от этого самоубийства вспоминает фильм Полуденные сети. как вы знаете основной вопрос сюрреализма это выход за пределы человеческого, это скандальность, то есть выход за пределы человеческой речи, за пределы человеческого я, за пределы ощутимого и зримого. Это основной такой пафос собственно говоря сюрреалистического творчества. За пределы себя выход такое трансцендирование себя быть не в себе условно говоря да в пространство безумия фильм Майя Дерен это как раз фильм такой очень двусмысленный неоднозначный артхаузный там действует такой персонаж у которого вместо лица зеркало там описаны такие полуденные действительно сети то есть это пространство человеческого из которого героиня вырваться не может в конце концов мы видим что камера сосредоточена на орудии убийства на ноже и мы понимаем что это такой намек на самоубийство то есть это пространство из которого героиня выйти не может но как вы знаете Майя Дерен была законченная наркоманка так же как и Джоэль персонаж этого романа то есть невозможность выйти за пределы этих сугубо человеческих удовольствий за пределы вот этих зеркал то есть вот это очень важный такой момент за пределы себя за то чтобы видеть в других все-таки других а не отражение самого себя но мы стремимся видеть в других отражение самого самих себя вот это очень важно то есть невозможность выйти за определенную истину трансцендировать себя и вместе с собой сугубо человеческое как вебекские террористы осуществляют свои террористические акты довольно остроумно они выстраивают на выставляют на трассах гигантские зеркала машины с американцами едут навстречу этим зеркалам что они видят они видят огонек приближающий по встречке они сворачивают и падают в пропасть причем они сами как бы падают в пропасть и полиция не понимает почему машины в одних и тех же местах срываются в пропасть но потом поскольку естественно это происходит регулярно полиция здесь обнаруживает какую-то очевидную закономерность и вот эта иезуитская тактика квебекских террористов она обнаруживается но вот это такой довольно интересный такой прием это метафорическая смерть американец самодовольный замкнутый в пределах своего собственного я вот он пчится он видит на трассе самого себя естественно это гибель это абсолютные гибельные пути замкнутости в сфере человеческого стремление оценивать себя глазами других в этом и есть собственно суть и принцип американской мечты да и про это все время говорят герои Дэвида Фостера Уоллеса и Орен он именно таков да себя смотреть глазами других вот то что Киорк Егор постулирует как ну путь тебя абсолютно пресекающий твое движение к Богу это вот эта ориентация на общественное мнение на то что к тебе скажут выглядеть удачливым профессиональным талантливым в глазах других это на самом деле это ты ищешь в других свое собственное отражение и возвращаешься к самому себе ну вот такая метафора гибели американцев это вот такой остроумный террористический акт который устраивают квебекские террористы то есть они показывают прямой собственно месседж да ну вот интересный момент иронии Джеймс Инканденса снимает фильм прикол в рекламе он говорит что я не советую вам идти на этот фильм потому что вы ничего кроме себя в этом фильме не увидите это будет скучно и публика идет и заполняет кинотеатры и убеждается в том что Джеймс Инканденса был прав то есть смотрите ирония мы тотально поражены иронием да мы уже не отличаем прямое высказывание от ироничного тебе сказали не ходи туда и не смотри и из-за этого ты идешь и смотришь то есть тебе же предупредили что это будет скучно когда зрители туда заходят они видят экран он так устроен как некая такая оптическая иллюзия они на самом деле видят самих себя где они рассаживаются но на самом деле этот прием использует Вирджиния Волф возможно здесь такая прямая аллюзия в чем я в общем не уверен я не находил в литературе о волосе я ее почти всю прочитал ну как какая была мне доступна несколько монографий сборников статей но вот я не обнаружил там вот такой отсылки это в общем тот же самый прием возникает в романе Вирджинии Волф между актов где в какой-то момент в конце представления публики поднимаются такие большие зеркала публика видит себя довольно в таком неприглядном свете встает возмущается требует чтобы это прекратилось и это все происходит на показах Джеймса Инканденса его фильма прикол да но если вернуться к теме ирония над иронией и рефлексии над рефлексией то вы в общем обнаружите что помимо такой нарративизации видимого здесь есть приемы нового романа и феноменологической прозы то есть нам подробно описывается такие возникают поверхностные способы описания реальности как в новом романе то есть Дэвид Фостер Уоллс очень часто бывает сосредоточен на геометрии пространства то есть он нам описывает какое-то пространство но это не так красиво это не претендует на актуальность а показывает нам пространство в виде ну таких симуляционных знаков ни к чему не отсылающих то есть как неких проекций как что-то как будто только что нарисованное и так далее то есть без проникновения в существо этих знаков то есть у него очень часто возникают вот эти элементы метапрозы которые он постоянно усиливает то есть я повторюсь Дэвид Фостер Уоллс в общем-то дает бой иронику Киорг Егоровскому или постмодернисту на территории в общем самого постмодернизма использует абсолютно те же приемы только над ними иронизирует хотя как можно иронизировать над тем что само по себе является иронией то есть люди разговаривают о том как они разговаривают периодически Хэл разговаривает с Орином и мы понимаем что это разговор людей о том как они сейчас разговаривают это похоже на разговор персонажей Смэля Беккета да давайте договоримся о языке на котором мы сейчас с вами будем договариваться придумаем мета язык вот они все время в таком пространстве мета разговора там или психиатр беседует с Кейт Гомбард то есть он рассказывает как работает ее сознание без проникновения в суть да он описывает внешние психические процессы вот все время когда разговор очень часто будет касаться психических процессов в этом романе нам будет предъявлен не сам процесс в этой актуальности а скорее его нарративизация то есть попытка поговорить об этом процессе то есть о том как все происходит а не что сейчас происходит с человеком как он происходит вот психиатр беседует и рассказывает как это происходит у Кейт Гомбард Кейт Гомбард все равно потому что она в таком кошмаре и в таком личном аду отмены и тотальной депрессии и абсолютной боли что ей это все совершенно не помогает вот или там моменты связанные с психоанализом психоанализ тоже подвергается очень серьезной атаке в этом романе он крайне атакует классический психоанализ и психоанализ Фрейда и ранковский психоанализ но вот тебе объясняют что ты сейчас думаешь и что ты сейчас говоришь объясняют некий принцип то есть мы понимаем что знаки это какая-то это паутина просто это система знаков из которой нам не выбраться вот когда нужно объяснить что-то там Аврил или многие другие персонажи вместо объяснения они нам просто приводят синонимы то есть на самом деле тогда мы просим чтобы нам объяснили по существу язык развивается как нам приводят просто синонимы этого явления там ну не знаю марихуана называется боб хоук например да там ну не знаю убить это стереть карту в этом романе ну так как бы точнее на самом деле да вот есть какая-то программа или карта вот мы ее стираем там член именуется блоком предположим торговать наркотиками осуществлять фармакологическую деятельность без лицензирования там ну например да вот то есть берется какое-то очень частое явление когда люди что-то не понимают и просто приводится ряд синонимов то есть добавляются какие-то знаки в этой системе где-то семиозис дает какой-то прокол мы чувствуем какую-то непонятность и нам добавляется еще один знак который просто нас еще раз открывает от мира но в романе естественно помимо полемики с постмодерном идет очень острая полемика с аналитической философией и с логико-философским трактатом Людвига Витгенштейна которому в свое время Дэвид Фостер Уоллс посвятил некоторую часть своей юности а Дэвид Фостер Уоллс большой интеллектуал разумеется человек крайне образованный его кстати дипломное сочинение его первые работы были отмечены кстати высокими наградами университета ну и вы помните принцип логико-философского трактата собственно в логико-философском трактате Витгенштейн сводит весь мир к языковой игре то есть познание мира с точки зрения Витгенштейна осуществляется именно лингвистически то есть достаточно осознать лингвистический анализ отношений между языковыми знаками да и в общем все мир по сути становится такой паутиной языка ну и можно вспомнить разумеется важные идеи там Лакана о том что наше бессознательное а это есть собственно суть нашего я организовано как язык да ну дальше уже как бы в общем идти некуда по сути я уже сказал та же самая идея реализуется в романах Джеймса Джойса нам никакого познания нет никакой реальности нет есть просто языковая сетка нужно просто понять как устроен язык тебе предъявляют нереальность тебе предъявляют язык вот все что тебе везде говорят тебе предъявляют язык тебе надо просто понять характер лингвистических отношений то есть язык создается человеком для внешней власти то есть осуществлять некую власть и вот Эта идея в романе прокручивается неоднократно. В романе есть такой персонаж, крошка Юэл. Он общается в среде гопников, хулиганов, и он над ними верховодит. Почему он верховодит? Потому что он ритер. Потому что он великолепно владеет языком. То есть он может их убедить в чем угодно. Этих хулиганов, вот куда надо пойти, что нужно сделать. Нужно, чтобы касса, общак был обязательно у него. Он полностью владеет этой ситуацией. Они ему беспрепоскловно подчиняются, потому что они не владеют языком так, как он. У него тотальное владение языком. Он владеет, и это власть над этими хулиганами. Власть, конечно, заканчивается, когда он присваивает себе кассу. В какой-то момент невозможно возникает разрыв между фактической ситуацией и логикой языка. Они понимают, что он им врет. В конце концов, они его разоблачают, бьют и так далее. Но даже уже оказавшись в Эннет-хаусе, где он, в общем-то, лечится, он тоже заворожен знаками. Он ходит и смотрит, у кого какие татуировки. Он изучает татуировки, пытается через татуировки понять суть человека. Хотя это тоже внешний знак, наколотый на человека. То есть Юэл остаётся именно в этом мире. Аврил Инканденса, жена Джеймса Инканденса, мать трёх детей. Это профессиональный лингвист. Вот это Джеймс и она. Это те формы, которые формируют, в общем, образуют Америку. Она тотальный лингвист, великолепный лингвист. Она точна в своих высказываниях. Она требует точности от других. Она всё пространство облекает в слова. Если кто-то приходит к ней с проблемой, она всё это переведёт в нарратив. То есть подберёт огромное количество синонимов, из которых ничего не будет понятно. К сути ты не приблизишься, но зато всё начнёшь осваивать при помощи языка. И вот этим способом, таким тотальным владением, абсолютным владением языка, созданием такой абсолютной сети, она сюда всё заплетает, всё закручивает. Вот у неё даже участок, полисадник геометрически правильный, вот из которого вырваться невозможно. Вот Джоэль приходит на обед, где сидят братья, где сидит Орин, её тогдашний бойфренд. Сидит маленький Хэл. И маленький Хэл, он хочет материнской любви, хочет докопаться до какой-то сути. И он идёт по этому же пути. Он выучивает, у него потрясающие способности. Он выучивает все словари. Он потрясающе всё знает и может дать любому явлению какое-то обозначение. То есть он ради этой любви к матери, он идёт на вот такую модель и использует эту модель поведения. Тоже наследует её у матери, он фантастически владеет языком. Потом он полностью откажется. Потом он анимеет. В самом первом эпизоде романа он предстаёт перед нами немым. То есть человек, который гениально пишет тексты, человек, который потрясающе дегуманизирует людей, обращая их в знаки одновременно. Он абсолютно духовный и он не владеет языком, он молчалив, он не говорит, потому что он понимает слишком много. И это не облачаемо в слова. Так же, как и Марио не совсем владеет языком. Но когда Джоаль присутствует, она говорит, что это был ужас. Хотя внешне всё было приветливо, было организовано такое языковое, очень яркое, симпатичное пространство, в котором все существовали и как бы общались. Но фактически тут общения никакого нет. Это просто перекладывание знаков из одной корзины в другое, перемещение мушек внутри какой-то единой паутины. И Джоаль ужасается от этого пространства. Вот, языковая проблема, это проблема ещё одна, это проблема тотальной дискоммуникации. То есть здесь, в общем, он наследует и Ионеско, и Камю, и Роману Нуо. То есть мы понимаем, что язык это ни в коем случае не коммуникационная система. Это система отчуждающих знаков. Нет ничего в большей степени отчуждающего нас, чем язык. Помните, Рилька говорил в дуинесских элегиях в своё время, уже животные понимают, что нам, людям, не так уж комфортно в этом мире знаков. Ну вот, от Рильки эта идея, она переходит к представителям нового романа и нового театра. Простите, я... Вот, то есть вот эта дискоммуникация является важной приметой этого романа. Ну и главная запертость внутри себя. То есть это пародия на эстетического человека Кьорки Гора. Вы помните, эстетический человек подробно и обстоятельно описан в огромном трактате Кьорки Гора, который называется «Или-Или». То есть человек замкнут в мире своих удовольствий. Есть разные стадии этого эстетического удовольствия. Это пассивное такое восприятие реальности. Да, ну, я вам уже немножко это всё описал. Это стремление искать ответ в других. То есть видеть в других зеркала самого себя. То есть всё, что возвращает тебя к себе. Ну и какие проблемы он обсуждает? Ну, наркомания. То есть он не просто как какой-то социальный бич. Да нет тут никакого социального бича. Это просто вот удовольствие. Удовольствие от самого себя. От возвращения самого себе. Это предельное такое удовольствие. Он описывает практически все. Большая часть героев – это наркоманы. То есть все в романе наркоманы принимают либо тяжёлые наркотики, либо лёгкие наркотики. Там Хелл принимает наркотики. Описывается бонговая культура, культура 4.20, которую, как вы знаете, в 4.20 народ распуривает марихуану во всём мире. Вот эта культура там очень подробно и обстоятельно описывается. То есть это удовольствие от вот этих собственных внутренних ощущений, от этих реакций. И, разумеется, Дэвид Фостер Уоллес тотально демифологизирует наркотики. Он здесь не выходит в такое социальное осмысление героина или наркомании, как это делает, скажем, Берус. Но просто показывает здесь нам такую примитивную версию эстетического человека. То есть мы зависимы от наркотик. Вот это удовольствие наше. То есть мы уже связаны с собой. Вот зависимость от наркотиков, это на самом деле вот это яконие, сосредоточенность на себе. Вот это удовольствие от самого себя. Стремление читать книги, которые удовлетворяют самого себя. Слушать такую же музыку и так далее. Ну, смотрите, не только наркотики. Он описывает и... То есть то, что приходит извне, что здесь очень важно. Что это не твоё собственное удовольствие. А ты его получаешь как бы извне. Тебе оно как бы навязано. То есть это то, что тебя возвращает к самому себе. Не делает тебя другим. Ну вот герои-наркоманы. Описываются алкоголики. Джеймс Инканденса алкоголик. Есть персонажи, которые страдают игроманией. Ну, жаждет славы, да, признания у других. Как теннисист Ламон Чу. Вот он всё время смотрит на себя глазами других. Он не понимает, почему у него провалы в теннисе. Ему теннисный тренер Лайл объясняет, что этот наркотик, вот то, что вот ты сейчас придумал из игры. То есть это перенесение ответственности себя на другого. То есть нежелание быть собой. Вот это поразительный парадокс. Да, ну и история развлечения. Да, это удовольствие от себя и в то же время отказ от себя. Отказ от себя подлинного. Человек это постоянная изменчивость. Да, постоянный выход за пределы себя. Вот в этом, собственно, суть человеческого я. Здесь нет. Здесь статика и возвращение к себе и перенесение ответственности на кого-то другого. Да, вот развлечение. Ну вот начинается, да, вот эта история развлечения с того, что от Таше по медицине восточного принца включает этот новый для себя картридж и умирает от предельного удовольствия. То есть он решает отдохнуть. Он слишком тяжелый у него жизнь. Ну и вот он передоверяет, переносит эту ответственность на вот этот такой жесткий нейростимулятор, вызывающий удовольствие. Ну и нам рассказывается, что в 70-е годы были опыты над крысами. Вот крысу сажали и вот она должна была нажимать на какую-то клавишу, которая посылала в мозг удовольствия. Но при этом крыса понимала, что это ее убивает, но все равно продолжала, продолжала, продолжала нажимать, пока это удовольствие ее не убивало. Вот, то есть Джеймсон Конденса снимает вот этот фильм, который создает вот эту предельную опасность. Это квинтэссенция всей культуры. Это удовольствие от самого себя. Это возвращение к себе и перенесение ответственности на что-то другое. То есть, вот это очень важно. Да, желание отдохнуть. Киорг Егор говорит, что... Да, я уже говорил вам, что эстетический человек ищет закон своих действий в другом. Это очень важно. И вот здесь есть определенного типа этические ответы Дэвида Фостера Уоллеса. Возможно ли они? Ну, но прежде всего момент перенесения ответственности на наркотик, на другое, передоверие своей воле другому. Да, такое пассивное принятие иного в себя. Вот это момент, то есть, отказ от ответственности, отказ быть собой, отказ от свободного выбора, отказ меняться. Вот это момент очень важный и момент, связанный с психоанализом, тоже присутствует. То есть, герои... Там очень много героев, которые чем-то травмированы. Но кого-то насиловал отец. На глазах у какой-то девушки насилуют парализованную, слабоумную девочку, тоже отец. То есть, там постоянные следы такого семейного насилия. Да, собственно говоря, Наврилан Конденс тоже осуществляет какой-то модель такого интеллектуального семейного насилия. Но очень важно, что герои понимают причины. То есть, им либо они сами до этого догадываются, либо им объясняет психоаналитик, их природу. Вот в том, что сейчас с тобой происходит, виновата вот это. Приходит некая девушка, она наркоманка. Там она объясняет, почему она такой стала. Да, потому что там отец, то есть, ну, потому что ее там приемный отец насиловал там слабоумную девочку. На ее глазах все время это происходило. Там или герой тоже сделался таким разложенцем, потому что к нему вечером приходил его отец и тоже его регулярно насиловал. То есть, это, и они все это объясняют. Психоанализ это объясняет. Ты вот такой, потому что было вот так. Так это и так, в общем, понятно. То есть, это в момент перенесения ответственности на кого-то другого. То есть, психоанализ причины не ищет. Он просто объясняет. Психоанализ с тебя снимает ответственность. Я не виноват. Виноваты твои родители. Виноват твой отец. Виновата твоя мать. Виновата школа. То есть, да, да, это правда. Виновата. Но ты-то должен быть другим. Это очень важный момент. Вопрос в том, каков ты сейчас в настоящий момент. Не переносить ответственность на прошлое и на других людей. Не стараться наративизировать всю эту ситуацию. А понять ее как актуально. Вот здесь масса всяких идей и соображений. И так, да, ну и политическое, конечно, измерение. Вы помните, что, собственно говоря, полемика колясочников и, то есть, квебекских террористов с Америкой. Это особая полемика. Это попытка уничтожить Америку ее же собственными изъянами. То есть, колясочники понимают, что так они цели не добьются. Но они усиливают в Америке вот эти векторы, которые без того Америку разрушают. Да, нарциссичность, стремление ублажать себя и искать везде удовольствие, на самом деле, уходя от себя принципиально. Но вот при помощи зеркал, при помощи, собственно, развлечения террористы пытаются уничтожить Америку. То есть, дать бой Америке на ее собственной территории. Вот это ты самодоволен, ты любишь быть собой, ты любишь возвращаться к самому себе. Ну, вот тебе развлечение, от которого ты умрешь. Это тебя уничтожит. Ты стремишься к личному счастью, личному удовольствию. Вот ты сейчас умрешь от этого собственного счастья. То есть, они запускают вот эти интересные модели. То есть, это слабость очевидная. Момент отчаяния и страха. В романе тоже этот элемент присутствует. Разного типа отчаяния. Об отчаянии и о страхе все время говорит Кьорк Егор. В своей работе «Страх и трепет» здесь имеются в виду самые разные типы страха и самые разные типы отчаяния в своей собственной ситуации. Отец Джеймса Инканденса испытывает отчаяние, потому что его отец отказывается, то есть, дед в него верит, и получает он травму в теннисе. То есть, он видит себя глазами отца, и это ошибка, это отчаяние от того, что отец в тебя не верит и так далее. Здесь такая отсылка тоже к Джону Чиверу, замечательному писателю. В рассказах Джона Чивера герои исключительно смотрят на себя глазами других. То есть, другой оптики у них нет. В этом и прикол Чивера, в этом его величие. То есть, умение продемонстрировать, как мы смотримся в глазах других. Как мы видим себя глазами других. Ты всегда в глазах других видишь себя, как правило, неудачником, разумеется. Вот, тем не менее, вот эти семиозисы, вот эти четкие пространства, они начинают видеть разрывы. В них начинается разрыв. То есть, первая модель разрыва, это когда Аврилан Конденса создает такой геометрический полисадник. Здесь все упорядочено, здесь все логично. И вдруг появляется один из ее сыновей и жует плесень. Да, какой-то заплесневелый кусок. То есть, появляется элемент, разрушающий эту логику. Просто ее полностью ломающий. То есть, плесень это какой-то знак какого-то хаоса, что-то совершенно иного, совершенно потустороннего. Это вызывает ужас у героев. Джон Дэй играет на скрипке. И в какой-то момент скрипка приходит в резонанс с окружающим миром и рождает ужас. То есть, это присутствие иной реальности, не связанной с человеческой, реальностью потусторонней, чистой реальности с Бога, Бога, которая несовместима с человеческим миром. То есть, ты видишь нечто несовместимое с человеческим миром, видишь иное. И вот это рождает в тебе ужас и страх. Вот Инканденса снимает фильм «Американский век через кирпич». То есть, там просто тянется такой звук, и вдруг великолепный звук, восхитительный, гасится пальчиком ребенка и рождается кошмарный звук. То есть, присутствие чего-то несовместимого с символическим, с этим пространством знака. То есть, все время показывается в романе страх от ощущения иррационального. Там Стайс, например, такой персонаж, жалуется, например, что кровать его по комнате перемещается. То есть, он предпринимает разные шаги, чтобы кровать оставалась на одном и том же месте, пока ему один из тренеров не говорит, что не надо недооценивать вещи. То есть, что это значит? Не надо считать, что все так логично, как написано в человеческих книжках. Не надо считать, как все то, что написано в твоем сознании, это правильно. Вещи могут жить и существовать своей собственной жизнью, сообразно своей собственной логикой. И твоя собственная версия мира отнюдь не значит, что все в нее может укладываться. Вот еще один важный момент, тоже принципиальный. Это боль, которая посещает героев романа. Наркоманы, когда отнимается наркотик, они испытывают адскую боль. Там Кейт Гомперт, допустим, ей говорит, вы хотели сделать себе больно, когда она покончила с собой. И мы понимаем, что она тут же это все разоблачает. Говорит, что значит больно. Я хотел сделать себе больно. Да нет. Я хотел, наоборот, избавиться от боли, потому что мое тело – это адская боль. Моя психика – это боль. Я не могу в этой боли все время находиться. И вот здесь очень важный такой разговор сквозь десятилетия с Абдайком. А Абдайк – один из важнейших авторов для Дэвида Фостера Уоллеса. Абдайк, собственно, Абдайку он посвящает свою такую… Это один из любимейших писателей Дэвида Фостера Уоллеса. И одновременно одним из тех авторов, которых он яростно критикует. Да, он публикует очень, как сказать, нелицеприятную рецензию на позднего Абдайка, обвиняя позднего Абдайка в солипсизме, хотя продолжая восторгаться его ранними романами, кентавром, фермой и кроликами. Но, разумеется, тут нельзя, кстати, не согласиться, надо сказать, с Дэвидом Фостером Уоллесом. И мы понимаем, что Дэвид Фостер Уоллес имеет право такое писать про Абдайка, потому что он бесконечно любит и бесконечно понимает Джона Абдайка. Вот его ругательная рецензия – это совсем не то, что современные ругательные рецензии. Вот Абдайк и боль у Абдайка. Что значит боль у Абдайка? Боль – это лейтмотив всего его романа «Кентавр». Для чего проникает боль в человека? То есть боль тебе показывает, кто есть ты на самом деле. То есть она обнаруживает в тебе тело. Оно тебе предъявляет твое же собственное тело, которое ты раньше не замечал. То есть твое тело является телом среди других жизненных форм. Но ты-то так не считаешь, ты живешь умом, ты живешь интеллектом, ты отчужден от жизни, ты живешь в некой правильной логике или в логике собственных каких-то наркотических, галлюцинаторных ощущений, или отравляя себя или наркотиками, или сильным интеллектом, потому что боль возвращает тебя к реальности. Боль делает тебя собой. Ну, собственно, правильно. Она тебе показывает, что у тебя есть тело, у тебя есть руки, ноги, что ты одна из возможных форм. Вот эту тотальную боль герои пережить не могут. То есть они не могут принять себя. Да, им нужно существовать в каких-то статичных, иллюзорных образах себя самих. То есть тотально реальность принять невозможно. И принять самого себя нельзя. То есть там Кейт Гомбард просит, чтобы ей сделали электротерапию, чтобы эту личность изменили. Она просто не хочет быть вот этой личностью, не хочет быть собой. Так же, как и отмена. То есть отмена наркотиков – это когда ты из своего собственного удовольствия возвращаешься в свое собственное тело. И это связано с болью, потому что тебе предъявляется твое собственное тело. И вот этот момент очень важен. Наступает вот эта тотальная боль. Вот Тони Краузе – это интересный эпизод, где подробно описываются психологические и метафизические процессы, которые возникают в сознании человека, когда отменяются наркотики. То есть, во-первых, разрушаются все социальные фиктивные связи. То есть человек становится один. То есть он возвращается себе. И потом приходит боль. То есть он ощущает себя мышцами, ощущает свой скелет, ощущает себя… То есть из всех его отверстий вытекает. То есть он… Все у него не держится ни сверху, ни снизу. То есть какая-то такая пародия на Уитмана. Такой поток жизни. Потом он видит муравьев. То есть такой намек на андалузского пса. И так далее. Каков возможный этический ответ этому самолюбованию, желанию жить в собственных эмоциях, ощущению, вот этому нарциссизму, тотальному, иронии над иронией? Какой здесь есть ответ? Ну, этический ответ Кьерки Гора и Олеса. То есть это этический ответ, он важен. Прежде всего, этический ответ, я уже сказал, здесь тоже многослойный. Джеймсон Конденса пишет, снимает фильм, который нам подробно пересказывается. Он называется «Помаши бюрократу на прощание». Вот бюрократ, некоторый, который бежит, он боится опоздать. Если он опоздает, то его уволят. Он на себя смотрит глазами начальства. Такого глазами, то есть выглядит в своих, собственно, глазах, ну, успешным человеком. Хочет выглядеть в глазах чужих и расторопанным. Ну и вот он на перроне сталкивается с мальчиком. Потом мальчик падает, все рассыпается у этого мальчика из пакетов. И вот выбор. Какой выбор? Либо плюнуть на это все, вскочить в поезд, потому что тогда ты успеешь на работу, либо помочь этому милому мальчику. И он выбирает второе, неожиданно. То есть он действительно делает выбор. Да, он в этот момент становится именно собой настоящим, а не собой как части некой схемы умственной и интеллектальной. Он совершает некую жертву. Да, он жертвует собой. Он отрекается от своего «я». То есть это такой очень важный этический шаг. Это не религиозный шаг. Я хочу это подчеркнуть. А этический шаг. Да, он жертвует собой. Хэл, я уже сказал, да, Штит. Один из таких тренеров, который тоже говорит о необходимости жертвовать своим «я». Он рассказывает принцип на таком ломаном английском языке в этом романе. Он рассказывает о принципе игре в теннис. То есть не надо получать удовольствие от игры в теннис. Не надо ждать, что тебе похлопают. Когда ты играешь в теннис, ты должен быть игрой. Ты должен быть ракеткой. Ты должен быть мечом. Ты должен потерять себя вот в этом теннисе. То есть ты должен осуществлять некую миссию. Ты должен быть проводником игры. Игра должна осуществляться посредством тебя. Ты должен быть вовлечен в игру. И это сделает тебя как бы успешным и мощным. Да, многие мальчики не в состоянии уже хорошо играть, потому что они как бы любуются собой. А вот стать игрой. Не просто играть. А быть в этот момент игры. Превращаться игрой. То есть игра имеет такой религиозный, в общем, смысл, отрицающий личность. Но мы понимаем, что Штит разговаривает на таком немецко-английском. Тут мы начинаем видеть такую угрозу человеческому я и признаки высовывающегося фюрера. Из этого, в общем, остроумного решения проблемы. Здесь тоже, в общем, передоверие. Очень важно. Важно также и рассуждение Джеймса Инканденса о Марлоне Брандо. Кто такой Марлон Брандо, рассказывает отец Джеймсу Инканденса, это внешний бунтарь. Человек, который бунтует против вещей, разбрасывает их и так далее. Ищет выход за пределы самого себя. Но на самом деле нет. На самом деле Марло Брандо атлет. Он как раз чувствует... Он не осторожен с вещами. Он чувствует вещи, чувствует их пластику. Он сродни этим вещам. Он растворен как бы в потоке тел. Он тело среди других тел. Именно поэтому он так легко общается с вещами. То есть это не совсем нонконформизм. Это как раз такое тотальное принятие жизни. Ну, наконец, ответ, этический ответ Дона Гейтли. Дон Гейтли бывший наркоман, бывший садист, бывший убийца. Теперь он работник Эннет Хауса. То есть он следит за дисциплиной, поддерживает там дисциплину. Два раза в неделю он едет куда-то мыть полы. То есть он подчинен некой внешней логике. Подчинен работе. То есть он в ужасе смотрит на свое вот это прошлое. Но вот он подчинен такой этической схеме. Почему-то это работает. Да, периодически он подчинен вот этой системе. Он ходит в эту систему. В этой системе замыкается. Эта система, соответственно, существует и работает посредством его. Он часть этой системы. И он как бы теряет там свое «я». И как будто бы вроде бы возвращает. Но это как бы такой внешний ответ. Да, в конце концов, когда он там вступается, выполняя свой долг за Ленца. Он его ранит. Он лежит без языки. Вот это очень такой важный момент в романе. Но довольно интересные модели. Надо молиться Богу. Он молится потолку. Он не чувствует присутствие Бога. Он просто надеется, что кто-то там есть. То есть вот это этические ответы. Этот этический человек Киорг Егора. Это еще одна версия современного человека. Но она не спасает. Подрыв риторики. Это последняя, наверное, такая риторика, как я уже сказал. И язык это такой важный аванпост в этом романе. Подрыв власти языка. Мы помним, что Авраам у Киорг Егора молчит. Тут нет человеческих расчетов. Перед лицом Бога. Тут невозможно человеческая коммуникация. Зачем он едет убивать Исаака, он не может никому сказать. Он не может найти в мире человеческого и языкового оправдания. И правильных слов он не может найти. Потому что человеческая речь не вмещает в себя Бога. Ну и вот мотив молчания, он тоже присутствует в этом романе. Джаэль, которая выпускает передачи под именем Мадам Психоз. Она в какой-то момент после попытки суицида, она становится пациенткой Эннет Хауса. И все любят ее слушать. Но с какого-то момента все начинают слушать именно молчание. Хелл Инканденса в самом начале романа тоже заключен в этом молчание. Он ничего не произносит. Из его уст какой-то доносится кошмарный человеческий рев. Вот это очень похоже, вот эта первая сцена, она очень похожа на сцену из романа Гарднера Грэндаль. То есть это прямая отсылка к этому роману, где Грэндаль, когда он хочет доложить истину, и вырывается какой-то внечеловеческий рев, и люди уверены, что он их сейчас пугает, что он их убьет, начинают в него кидаться. Тут то же самое происходит. Хелл что-то пытается говорить, но ему кажется, что он что-то правильное, истинное говорит. Но все это воспринимают как рев какого-то животного и чудовища. Его кидаются на него, блокируют его. То же самое, что происходит и с Грэндалем. Вот это молчание переживает и Дон Гейтли. Он тоже не может в конце романа разговаривать. То есть он проходит вот этот путь от эстетического человека, он пребывает в состоянии этическом, ну и, наконец, выходит в какое-то такое религиозное молчание. Но что интересно, конечно, в этом романе, это попытка, естественно, как бы подорвать язык, подорвать его логику, вычерчить в английском языке иностранный язык. То есть вот когда мы читаем эпизоды Марата и Рипли, это такие политические разговоры. Дмитрию Быкову этот эпизод в романе очень понравился. Больше всего он тут ему понравился. Я не уверен, может быть, что... Ну, в этом романе всё, мне кажется, важно. И теннис, и эти эпизоды. Но они ведут политические беседы. Да, Марат ведёт политические беседы. И разговаривает он на таком специфическом английском языке. То есть мы понимаем, что это скорее разговор француза, который разговаривает какими-то кальками. Его язык изломан. Во французской речи проявляться... Во английской речи начинает проявляться и сквозить французская речь. И он начинает выражать какие-то глобальные истины. Вот как у Андрея Платона, вот это исковерканный язык. Ну, ты читаешь его, ты понимаешь, что это высочайшая мудрость, которая не может быть передана обычным литературным языком. Нужен вот этот кошмарный, абсурдный, жуткий язык, чтобы передать человеческие ощущения и истину. Также это происходит и здесь. И также, когда Штит что-то произносит, мы видим там пунктирно именно вот этот религиозный дата... То есть, простите, немецкий язык, прочерченный внутри английского языка. Вот. То есть, смотрите, ну давайте все резюмируем. То есть, видите, роман о собственном удовольствии, о пассивном следовании своему собственному «я», нежеланию выходить в мир трансцендентного, нежеланию не ходить в мир какой-то существующий по ту сторону себя, да и возможен ли этот выход. То есть, Дэвид Фостер Боллос нам просто скорее показывает, что предыдущая литература и весь этот процесс, запущенный там Набоковым или Бартом или Пинченом, он самоубийственен для культуры. И все эти процессы, связанные с политическими вещами, они тоже, в общем, вполне самоубийственны. Вот это удовольствие, самодовольство от собственного «я», нежелание меняться, перенесение ответственности на какие-то внешние, стимулирующие и возвращающие тебя к самому себе препараты и так далее. Вот, возможен ли выход за пределы человеческого «я»? Какой здесь ответ? Является ли этический ответ прямым ответом на это самодовольство и запертость внутри своего «я». Что нам делать? Бога-то мы потеряли. Молиться по толку, бесконечно повторять псалмы, одни и те же молитвы. Да, это работает, говорит Дон Гитлер. Как будто бы это почему-то работает. То есть, ты становишься лучше. Но ты не выходишь за пределы своего человеческого «я». То есть, есть ли там возможность и выхода по ту сторону человеческого «я»? Я бы сказал, что, наверное, нет. Да, в романе Дэвида Фостера «Волоса». Он просто нам обозначает эту реальность, обозначает трагизм нашего существования, христианскую веру. Он использует очень осторожно. Это тоже, в общем, такой текст. Это тоже такая текстовая игра. Ну, вот, скорее, это такой глобальный, очень интересный, очень яркий автопортрет. То есть, он, в общем, выполнил то, в чем он обвинил, наверное, Джона Абдайка, разумеется. Но это ответ очень значимый, да, превращающий просто свой автопортрет в некий слепок эпохи, знак поколения. И это, я повторюсь, один из самых значительных текстов, наверное, написанных в Европе и Америке за последние 20 лет. Ну, дорогие коллеги, у меня, пожалуй, всё. Большое спасибо, что меня слушали, были со мной. Всего хорошего и до новых встреч. У нас, в общем, будут ещё встречи на странице в музеях Набокова. Если кто-то хочет уже персонально со мной пообщаться, то заходите в Аствациатуров клуб в Инстаграме. Там я раз в неделю читаю лекции. У меня там есть свой клуб. Я читаю, он закрытый. Вот я там читаю лекции. Называется у нас Набокова. Аствациатуров клуб. Заходите, присоединяйтесь. Вот, а так, всего хорошего. Спасибо, что были столь терпеливы. Я разговаривал 2 часа 15 минут. Ну, хорошо, тогда всем удачи и всех с праздниками. Всего хорошего.